Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно, и сегодня я, как всегда, спешу порадовать вас самыми интересными новостями. Это программа Фрэш-Новости. Мы начинаем! На территории Гомельщины ожидается сплошная облачность и без осадков. Столбик термометра опустится до минус 5 градусов. Ветер будет юго-восточного направления скоростью от 4 до 6 метров в секунду. Что касается климатических рекордов, то самым теплым оказалось 7 февраля 1989 года. Температура воздуха прогрелась до 8,4 градуса. А рекорд со знаком «минус» был установлен в 1954 году. Тогда температура опустилась до минус 28 градусов по Цельсию. О финансовых новостях. Наиболее выгодный курс покупки доллара сегодня составляет 1,99 рубля, евро 2,46 рубля и 3,47 рубля за 100 российских рублей. Такие курсы валют предлагают Паритетбанк, Абсолютбанк и БТАбанк. А вот наиболее экономичная продажа валюты осуществляется в банке ВТБ Беларусь, Абсолютбанке и БНБ Банке. Курс продажи доллара составляет 1,99 рубля, евро 2,47 рубля и 3,49 рубля за 100 российских рублей. В Беларуси в 2018 году планируется внедрить новую форму содействия занятости – электронной ярмарки вакансий. Площадкой для их проведения станет портал Государственной службы занятости Республики Беларусь. В настоящее время планируется разработка интернет-ресурса, где соискатели смогут в режиме онлайн ознакомиться с имеющимися на рынке труда столицы и регионов вакансиями и направить нанимателям свое резюме. Параллельно продолжится практика проведения обычных ярмарок вакансий и дней предприятий. Их эффективность уже доказана на практике. Как сообщает газета «Гомельские ведомости», в городе над Сожем пройдут кастинги конкурса «Мистер Гомель-2018». Организаторы и сотрудники филиала студии Сергея Нагорного ждут парней в возрасте от 18 лет и ростом от 180 сантиметров в городском центре культуры 16 февраля с 18 до 19.00 и 18 февраля с 15 до 16.00. У претендентов на выход в финал конкурса жюри будет оценивать не только внешние данные, умение держаться на сцене и отвечать на каверс на вопросы, но и могут попросить продемонстрировать вокальные данные. Финал конкурса «Мистер Гомель-2018» состоится 22 апреля. Он пройдет под темой «Мир мужчин». Гомельчане смогут выступить на зимних беговых играх в поддержку детей с инвалидностью. Зимние беговые игры пройдут при поддержке Паралимпийского комитета Беларуси с 9 по 11 февраля. Каждый беларус сможет пробежать любую дистанцию на улице или в помещении, а волком переведет километры в рубли и направит на помощь детям с инвалидностью. Все участники будут условно разделены на две команды – тех, кто бегает на улице и тех, кто занимается в зале. Для первых предусмотрены хэштеги «Волком бегом» и «на улице», а для тех, кто занимается на тренажерах – «Волком бегом» и «в зале». Каждый километр победившей команды «Волком» переведет в 2 рубля, всех остальных – в рубль. Для участия в акции необходимо разместить в своих соцсетях фото с экраном тренажера или скриншот фитнес-приложения с указанием даты, километража и хэштегов. Все средства «Волком» направит двум молодечнинским школам-интернатам. Деньги планируется потратить на реконструкцию стадиона для занятий бегом ребят с инвалидностью. Фитнес-центры по всей стране поддержали благотворительную инициативу и с 9 по 11 февраля будут бесплатно пускать всех желающих в свои залы. В Гомеле на предложение организовать бесплатные часы откликнулся спортзал «Пауэр», который находится по адресу проспект Реческий, 7А. Там же желающие смогут бесплатно позаниматься 10 и 11 февраля с 16 до 18 часов. Более 40 зальных метательных моделей-планеров представят юные спортсмены на областных соревнованиях, которые пройдут 10 февраля в Гомеле. Баталии развернутся в спортивном клубе «Гомсельмаш». Участие в соревнованиях примут команды учреждений образования, а также спортсмены в личном зачете. Целями соревнований являются развитие и популяризация авиамодельного спорта, организация полезного досуга и пропаганда здорового образа жизни. По итогам соревнований судейская коллегия назовет победителей, которых наградят кубками и призами. Белорусские спасатели славятся не только своим героизмом, но и милосердием. На днях в Речице к сотрудникам местного подразделения МЧС обратились с просьбой освободить собаку, голова которой застряла в решетке двери. К слову, в компетенцию спасателей не входит реагировать на подобные просьбы, поэтому каждую рассматривают индивидуально. Однако на момент звонка в распоряжении спасателей были свободные бригады, поэтому помочь животному не составило труда. При помощи спецоборудования собаку удалось спасти. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Китайские медики провели ряд исследований, которые доказали, что употребление горячего чая вместе с алкоголем и курением несет опасность нашему здоровью. По мнению специалистов, из-за этого может возникать рак пищевода. Исследование проводилось на протяжении 9 лет. Врачи следили за здоровьем и пищевыми привычками 456 тысяч человек. Возраст всех респондентов составлял от 30 до 79 лет. У 1731 человека был выявлен рак пищевода. Всех этих людей объединяла любовь к горячему чаю. Также они употребляли не менее 15 граммов алкогольных напитков в день и имели такую вредную привычку, как курение. Неожиданную пользу жареного во фритюре картофеля нашли японские специалисты. По их мнению, картошка фри содержит в себе химикат, который помогает в борьбе с потерей волос. В ходе проведения эксперимента ученым удалось вырастить при помощи найденного химиката зародыши волосяных фолликулов. Его добавляют в картофель фри для того, чтобы масло не пенилось. Что результат данного эксперимента не случайность, доказывает тот факт, что таким способом специалистам уже удалось вырастить 5000 зародышей. А когда их пересадили мышам, то буквально на следующий день у тех выросло несколько волосяных пучков. Теперь ученым предстоит провести еще ряд экспериментов и применить этот метод на человеке. Поэтому пока рано говорить о новом эффективном способе борьбы с облысением. Специалисты нашли природный антидепрессант. Им оказались ягоды винограда. Вещества, содержащиеся в них, обладают не только седативным действием, но и помогают бороться с различными заболеваниями нервной системы. Научные сотрудники из медицинской школы Синай провели исследование. Эксперты рассказали о том, что депрессия может стать причиной развития различных побочных заболеваний, например, воспаления периферической иммунной системы. Из-за депрессивного состояния у человека могут произойти изменения в лимфатических узлах и других тканях. Исследователи считают, что из винограда можно создать ДНК-вакцину, подбирать которую можно будет, исходя из особенностей организма человека. Напоминаем, величайшая святыня, частица Риза Господня в кресте-мощевике и ковчег с частицей мощей Святой Блаженной Матроны Московской прибыли в Гомельскую область. В Светлогорске святыни будут доступны для поклонения с 4 по 11 февраля в храме святого Кирилла Туровского и с 11 по 18 февраля в храме Преображения Господня. Затем святыни отправятся в Жлобин, где поклониться им можно будет с 18 по 25 февраля в храме святого Василия Великого, а в Речице с 25 февраля по 10 марта в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Последним городом в области, который примет святыни, станет Рогачев. Туда они прибудут 10 марта и будут доступны для поклонения по 18 марта в храме святого благоверного князя Александра Невского. Это были Фрэш-новости. Для вас их готовил Павел Михто. И помните, доброе утро приносит добрый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова